А на сущности обсуждаемые проблемы вообще? Насколько это актуально? Это надуманная проблема или она действительно существует? Ну вот здесь вот о нашем единстве говорят, то есть вот в чем единство? В чем единство у нас? Что главное? Вот вычленить, что нас объединяет, по вашему мнению? Вот то, что здесь много обсуждается, но как бы кратко и как бы афористично может быть. Мы видим, что европейская модель сосуществования, либеральная, она потерпела полный крах. Европа сегодня подверглась просто и кровавому террору, и изменению совершенно ее облика и статуса, и просто переживает что-то напоминающее нашествие варвар. И все это на фоне того, что Европа пыталась на протяжении десятков лет внедрить некую толерантную атмосферу. Выяснилось, что они с одной стороны не способны вообще бороться с террором, с другой стороны они не способны так же и по-настоящему сосуществовать. В России, которая в 90-е годы была раздираемой противоречиям, в том числе с серийными терактами, крупными мега терактами, сегодня мы наблюдаем все-таки некое успокоение. И вот это некий феномен, которому надо, во-первых, конечно, это не только, хотя это тоже имеет место, успешная работа спецслужб, которая, безусловно, успешно работает, но не только, но еще некая политика поощраемых традиционных течений во всех религиях, которая позволяет людям сохранить некий такой общий все-таки основополагающий государственный, хотя не официально этого нет, но все-таки основополагающим фоном является русский православный, русский мир, он является основой Москвы, а без этого он, да, но позволяющий также другим конфессиям развиваться именно в рамках всего традиционного их понимания, а не радикально исламистского, например, политического, как это было. Или крайне либерального. Ну, крайне либеральный, в общем-то, он, по сути, уже не может быть религиозным, традиционным. Это другой жанр. То есть, если я говорю о религии, то нам трудно быть в рамках религии очень либеральной. Скажите, а еще такой вопрос. Вернуться, если к вопросу об Украине. По вашему мнению, развитие сюжета в ближайшие месяцы, может быть. Как вы думаете, прогноз? А сегодня в Украине 25 лет исполнилось. Да, вот как раз годовщине, как бы, да, незалежности. Да, поэтому очень уместно сегодня это обсуждать. Подводя итоги, страна, которая избрала себе путь героизации на уровне президента, парламента худших извергов рода человечества, то есть Бандера, Шухевича, Олун, Папа. Такая страна, она теряет суверенитет. Она теряет, потому что право моральное на суверенитет, и она теряет сам суверенитет. Мы это сегодня видим, что Украина, она развалится. Кстати, очень симптоматично, что те люди, которые раньше поддерживали Майдан, хотя бы, не то, что поддерживали, мягче скажем, те люди, которые раньше открыто симпатизировали Майдану в России, например, тот же Дмитрий Быков, Антон Носик, они сегодня уже выступают самыми резкими заявлениями, поняв, что они допустили ошибки. Тот же Быков сейчас выступил очень жестко в поддержку Мирослава Бердник на Украине. Очень было важное и искреннее заявление, кстати, с его стороны. В Киеве мы видим тоже, что один за другим вот эти столпы, на которых все стояло рушиться. Вдруг, причем, совершенно никого не ждал Дмитрия Гордона, который был, мягко говоря... Приложил руку, как бы там, к Майдану, да. Он говорит о том, что он сожалеет об этом, он говорит о том, что если бы я знал, я бы этого не делал. И говорит, опять же, жесткие слова, которые следует произносить в адрес Бандаре Шуховича. Надо сказать, что когда он делает в Киеве, с его статусом, это куда все-таки более сильный поступок, нежели мы это делаем с вами здесь в Москве. Конечно, при всей неоднозначности фигуры Гордона, это важный шаг, важный шаг. То есть мы видим, что вот это вот все, вот это все, на чем строилось новое украинское бандеровское здание, оно сейчас рушится там. Поэтому многое зависит от того, как себя будет вести Россия, от скорости этого, Запад, результат выборов в Соединенных Штатах. Понятно, что если победит Трамп, будет неким ускорением. Здесь много факторов, поэтому мы никогда не будем называться гаданием. Но общая тенденция, понятно, что как только ты избираешь путь вот такого рода моральной деградации, ты обрекаешь также себя на национальное государство деградации. Раньше или позже это неизбежно. И все-таки вот как сочетается, Коломойский позиционирует себя как представитель иудаизма, и в то же самое время поддерживает радикальных бандеровцев? Вообще сейчас он поддерживает Азарова. Азарова уже поддерживает? Уже больше года, да. Всегда с ним дружил, кстати. Коломойский поддерживает всех, кому ему выгодно поддерживать. Коломойский никогда не был ниже. Коломойский не был представитель гурдаизма. Но минор уже построил Днепропетровский. Если я завтра построю мечеть, не делает меня мусульманин. Он действительно, во-первых, он не единственный. Он был один из тех людей, которые вложили деньги в строительство еврейского центра. И он даже чуть ли не возглавлял какую-то общину в Днепропетровске. Ну и что? Ну да, он раньше кормил батальону ЗОВ, насколько я знаю, хотя бы частично. А сейчас его же оттуда вообще-то, мягко говоря, выгнали. Да. И он и Геннадий Корбан сейчас не находятся на территории Украины. То есть все, вот все разговоры о силе Коломойского, они лишь говорили о, не силе, а слабо уме тех, кто об этом говорил. И вот в такой системе жесткой. Коломойский и прочие бизнесмены просто как вот шелуха луковицы. Его вызвали в Киев и сказали, 24 часа на сбор и он улетел. Его с тех пор там не было. Это все сильно Коломойский, он скупил парламент. Где, где Коломойский? То есть есть обстоятельства. Он даже в Израиль боится сейчас ехать, считает, что Израиль может его выдать. Поддержку нацистов. Да, Россия и так далее. Нет, нет. Ему не грозит уголовное дело, но и поскольку есть вопрос о его экстрадиции, то он опять же даже не полагается на свои связи в Израиле настолько, что его не выдадут им. Поэтому его ситуация... То есть деньги иногда теряют силу? Деньги не являются главной горящей силой. Это ошибка, типа пытаются как-то иначе это представить. Ошибочная... Вот пример Коломойского, он очень важный, очень интересный, очень яркий. Человек, казалось бы, был всесильный, вознялась у него вообще никакой сильной. Смотрите, ну, смотри, человек вызвали. Там, я не знаю, где они сидели, в американском посольстве или возле посольства, еще где-то. Они четко сказали, мы тебя не трогаем, но ты... И он самолет в Швейцарии. Все. Был Коломойский, нет Коломойского. Был Кормана, нет Кормана. Укоренился грешник, как многоветвистое дерево, а глянешь и нет его. Но Коломойский Корман всегда платил и туда и туда, у Назару всегда тоже потребовал. На всякий пожарный, да? Мы его завтра можем увидеть в Комитете спасения Украины в Москве Коломойского. Рядом со Заравым. Кто знает, кто идет. Любые метаморфозы, возможно, с такими людьми. Я думаю, что он был скобзок, все. На политике, да? Он был крупным игроком и стал просто никем. Стал никем. Стал никем. В общем, больше года. Не то, что два месяца он лечил геморрой или желудок. Нет? Он уже больше года вообще перестал быть игроком. Понимаешь, есть ли его старые там какие-то люди с глянью отношения? Тот же Аваков, я не знаю, с кем там, с яйценником. Хотя, опять же, там нет близких отношений. Такие люди, как… Там есть цемент выгоды. Все олигархи себя так влияют, что… А кто нет? Саня, она предсказуемая и абсолютно аморальное поведение, которое… Нет, я ничего хорошего не хочу сказать, просто я уточню, как оно на самом деле. А так, я был, по-моему, чуть не первый, кто его обозвал. Я говорил о том, что еврейское название свои праведники, у нас есть свои гении, у нас есть свои подвижники и свои фекалии. Это не про латыни, про Коломойское. Вроде надо туда уже идти.